Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Начинаем новую пятидневку. Думаю, что вы все следили за новостями в этих выходные, за фактом проведения референдума в Греции. В целом, хочется сразу забежать вперед и сказать, что эта пятидневка, учитывая то, что мы ожидаем, возможно, потенциальное разрешение ситуации по достижению соглашения стройкой корридоров, может оказаться не менее волатильной, чем прошлые. Что касается сценария нашего сегодняшнего брифинга. Как всегда, советую внимательно смотреть, быть предельно, скажем, сфокусированным на том, что я говорю, поскольку в ходе брифинга я в очередной раз произнесу кодовое слово. Оно позволит вам получить дополнительный бонус плюс тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 5%, и этот бонус будет действовать до следующего брифинга, то есть до завтрашнего выступления. Чтобы воспользоваться им, достаточно связаться с вашим персональным менеджером, произнести это слово и потребовать его получения. Действует этот бонус на пополнение. Кроме того, сегодня в 16.30 по московскому времени состоится мой традиционный вебинар «Правильный понедельник», поэтому буду рад вас всех видеть. Сегодня мы подведем итоги, основные фундаментальные итоги прошлой торговой пятидневки, коснемся также основных и ключевых событий, которые нас ожидают в ходе предстоящих пяти торговых дней. И заключительным слайдом я представлю вам основные ценовые ориентиры по ключевым валютным активам, использующимся в каждомневном спекулятивном трейдинге. Поэтому давайте переходить к брифингу. Еще раз отмечу то, что кодовое слово произнесу ближе к середине или к концу сегодняшнего выступления. Начнем традиционно с российских активов, прежде всего с рубля и инструмента торгового, который напрямую сказывается на динамике рубля, а с нефти. Также весьма интересный новостной фон последовал на выходных, поскольку мы сейчас ожидаем поступления на рынок энергоресурсов, доступ точнее на рынок энергоресурсов и еще одного ключевого игрока Ирана. Сейчас все сводится к возможности дополнительных компромиссных решений по поводу тегеранской программы. И есть серьезные продвижки, которые позволяют надеяться на то, что уже до конца этого года с Ирана могут быть снята значительно подавляющая часть финансово-экономических ограничений. А это значит то, что наши ожидания касательно того, что рынок энергоресурсов может быть расширен еще одним игроком, эти ожидания оправданы, потому что сейчас мы уже говорим по факту, что именно это скорее всего и случится. Если кто-то еще сомневается в том, что Иран способен серьезно повлиять на ценовую конъюнтуру на рынке нефти, достаточно посмотреть на текущие котировки Brent и WTI. Если как раз откроете графики сейчас Brent, увидите то, что актуальная котировка сейчас уже ниже 60 долларов за баррель. Мы руководствовались целями на прошлой неделе 61-60. Сейчас мы видим то, что наша цель сполна реализована. И поскольку спекуляции на тему как раз снятия финансово-экономических санкций с Ирана будут продолжены, я считаю, что потенциал коррекции Brent еще не исчерпан. Обозначать более агрессивные цели сейчас, конечно же, можно. Возможно, даже следующей целью для Brent окажется снижение в район 58-57. В целом это очень интересная инвестиционная идея. Я бы сейчас больше порекомендовал даже поставить для тех, кто еще не закрывал позиции уровень безубытка на цене примерно 61 доллара за баррель. И как раз ожидать в качестве запаса прочности для коррекции возможности возвращения актива в этот район. Но в целом иметь представление и надеяться на то, что Brent пойдет еще ниже. Что касается дополнительных новостных факторов, которые сейчас бьют по позиции энергоресурсов, это, конечно же, факт снова активизации в плане увеличения запасов. На прошлой неделе мы констатировали то, что в США количество буровых увеличилось впервые с декабря. Я думаю, что эта тенденция вполне может сохраниться. Соответственно, если мы вернемся еще к общей динамике объемов производства, сначала по версии частного агентства API, а потом уже по данным Минэнерго США. Поэтому получается, что у нас уже дополнительная статистика, дополнительные информационные отчеты, демонстрирующие факты увеличения предложения на фоне незначительного спроса. То есть, в целом, общая фундаментальная картина сейчас предполагает серьезные предпосылки для увеличения предложения. И, к сожалению, либо к счастью, не знаю, все зависит от того, в каком направлении вы заняли позицию по энергоресурсам, это предложение, разумеется, не находит соответствующего спроса со стороны мировой экономики. В частности, если мы вернемся к прогнозам по темпам развития мировой экономики со стороны Всемирного банка, со стороны Международного валютного фонда, здесь, к сожалению, постоянно пересматриваются они из квартала в квартал, и дисконтируют объективную слабость и еврозоны, и Китая, как раз в общие показатели темпов экономического расширения. В связи с этим, к сожалению, нефти сейчас не за что зацепиться в плане фундаментального роста. А если так, нужно тогда отдавать должное этому активу и все-таки руководствоваться тем фактом, новостным фоном, который сейчас присутствует. И этот новостной фон позволяет нам делать целенаправленную ставку на коррекцию этого актива. Что касается рубля, разумеется, если нефть уже так серьезно просела, рубль сегодня будет в этом плане одним из основных и потенциальных аутсайдеров в роли догоняющего. Я думаю, что если по Brent мы увидим в самое ближайшее время 58, может быть, даже еще ниже, вполне возможно, все зависит от того, как трейдеры будут и дальше отыгрывать ситуацию с Ираном. Рублю придется также потесниться, сдать еще много копеек своим основным конкурентам и евро, и доллару. Что касается нашей стратегической цели, я думаю, что она сейчас и краткосрочная, и среднесрочная, и долгосрочная. Это цель, предполагающая еще один виток серьезной девальвации рубля. Мы считаем то, что следующим ценовым ориентиром, за который сейчас стоит попытаться зацепиться паре доллар-рубль, это возвращение в район 59. Если посмотрим на актуальные котировки, сейчас есть возможность просто анализировать ценовую динамику на премаркете, еще рынок не открылся, но я думаю, что вполне возможно, сегодня мы увидим движение пары доллар-рубль в район 57. Это, скажем, ожидания, которые подкреплены абсолютно объективной слабостью нефти. Что касается других факторов, здесь в целом снова нужно обратить внимание на общее состояние российской экономики. Это последние показатели, скоро будут июньские показатели по темпам экономического спада. Но мы помним то, что в мае этот показатель уже составил практически 5%, 4,9%, если уж быть совсем точным. Макроэкономические данные по производственной активности в секторе услуг, в промышленном секторе, это данные, которые оставляют желать лучшего. Снижение уровня располагаемого дохода, зарплат, впервые с 2001 года уже уровень располагаемого дохода снизился больше, чем на 10%. Поэтому в целом сейчас глобально, говоря про текущие экономические актуальные реалии российского рынка, сейчас последствия, вследствие снижения цен на энергоресурсы, вследствие финансово-экономических санкций, они уже более серьезные, чем после общемирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. И сейчас с этим спорить не нужно, поскольку действительно, какой бы сектор мы не проанализировали, какой бы аспект российской экономики не рассмотрели, везде удрущающая ситуация, которая, к сожалению, имеет очень много шансов и вероятности усугубиться в дальнейшем. Другие факторы – это действия Центрального банка. Уже неоднократно мы подчеркивали тот факт, что ЦБ следит за курсом рубля, и, разумеется, чем ниже Brent будет торговаться на мировых финансовых рынках, тем, скорее всего, более серьезным эффектом будет отличаться Центральный банк российский мегаревулятор в плане влияния на курс рубля, поскольку самый выгодный сейчас инструмент воздействия для Центрального банка – это, конечно же, манипулирование курсом, поскольку только так можно будет сохранить достаточность российского бюджета. Ведь не забывайте о том, что нефть – это ключевой экспортный товар, и если на него снижаются цены на мировых рынках, значит, лучше всего, скажем, компенсировать снижение цен соответствующим процентам девальвации рубля. В целом, сейчас эта картина реализуется. Конечно же, не стоит целиком списывать на Центральный банк, влияние на курс в плане девальвации все-таки имеют место быть внешнеэкономические факторы, но нужно прекрасно понимать, что Центральный банк держит руку на пульсе и не позволит рублю против доллара в ближайшее время оказаться ниже 55. Я считаю то, что активные покупки валюты на финансовых рынках, на открытом рынке со стороны Центрального банка – это еще один фактор, позволяющий делать ставку на давление на российский актив против основных конкурентов. И еще раз напомню, наша цель – 58. Пока туда и смотрим. Чуть-чуть еще осталось до ее достижения. Переходим к другим активам – евро. Откройте, пожалуйста, графики. На текущий момент актуальные котировки, я могу ошибиться, с небольшой погрешностью, примерно 1,1050. Если мы посмотрим на закрытие прошлой торговой сессии, торговой сессии пятницы, там был незначительный, символичный прирост, несколько пунктов. Может быть, в связи с тем, что на рынке присутствовали ожидания касательно того, что референдум продемонстрирует позицию общественности в пользу мер, которые сейчас выдвигаются со стороны тройки корректоров. В пятницу также поддержку главному валютному риску оказало еще несколько макроэкономических отчетов, в частности, индекс производственной активности, который подрос, и роничные продажи, которые также превзошли прогнозные ожидания. Но сейчас, говоря про перспективы евро, разумеется, стоит закрывать глаза на макроэкономическую статистику, потому что есть более определяющий фундаментальный фонд. Прекрасно понимают то, что Греция уже всем надоела, но, к сожалению, Греция сейчас еще не оставляет в покое финансовые рынки, влияя и на фондовый рынок, и на рынок Форекс, и на рынок производных финансовых инструментов. Напомню, что в это воскресенье состоялся референдум, это голосование в пользу принятия либо непринятия мер жесткой экономии со стороны тройки корректоров. И еще до референдума мы внимательно следили за позицией общественности и пришли к выводу к тому, что общественность, по сути, была расколота на два полюса. Это не меньшинство, даже большинство, это 50 на 50. Половину населения считало то, что необходимо проголосовать в пользу этих мер, поскольку это позволит, в принципе, Греции сохранить стабильность, в перспективе получить основу аккредитования со стороны соответствующих финансовых институтов, это позволит Греции сохранить свое членство внутри валютного блока и в перспективе позволит решить ряд актуальных экономических проблем, из-за которых Греции в последнее время живется очень тяжело. И другая часть населения, считавшая то, что ни в коем случае сейчас не нужно принимать позицию тройки критеров, поскольку это вопиющие жесткие меры, способные еще больше ухудшить экономическую ситуацию в стране. Действительно, последние пять лет, когда Греция действовала в рамках концепта и политики мер жесткой экономии, никаких прогрессивных моментов так и не произошло. Были серьезные проблемы, и вот пять лет они только множились и усугублялись. И в конечном счете сейчас привели практически к коллапсу, который и мы сейчас наблюдаем. Поэтому весьма логична была позиция, заключающаяся в том, что если уж и меры жесткой экономии не стали причиной оздоровления экономики, так может быть попробовать зайти с другой стороны, дать дорогу альтернативному политическому и экономическому курсу. Именно поэтому сейчас у власти ЦИПРС, и именно поэтому он в ходе выступления, в ходе своих брифингов перед референдумом активно призывал общественности голосовать против мер жесткой экономии. Явка превысила 40%, значит, в целом можно говорить, что референдум состоялся, и можно подводить итоги. Думаю, что вы все уже смотрели новости, поэтому знаете то, что население проголосовало против мер жесткой экономии. Думаю, сценарий, который был обозначен еще ЦИПРСом, касательно того, что если неделю назад стоило только Греции продемонстрировать характер, как тройка пошла на локальные уступки, значит, если сохранить подобную тенденцию, если Греция снова будет демонстрировать характер и показывать зубы, значит, тройка может пойти на еще более приемлемые, более угодные и щадящие меры и требования для греческого правительства. Это очень рискованный сценарий. Но в каком-то мере он уже реализован на 50%, потому что ЦИПРС получил от населения то, что хотел услышать. И сейчас все будет зависеть от его красноречия, поскольку ему придется снова обсуждать проблемы греческого долга с тройкой корректоров, то есть с Еврогруппой, с Европейским центральным банком и с Международным валютным фондом. В частности, саммит назначен уже на завтра. И я считаю то, что как минимум неделю они будут возвращаться к этим вопросам, пытаться найти базис, способный помочь им преодолеть актуальные текущие разногласия. А если у нас в перспективе такой интересный информационный фонд, значит, нас ожидает очередная пятидневка повышенной турбулентности на рынках финансовых активов. Посмотрим давайте на реакцию евро по факту проведенного референдума и на решение населения выступить против мер жесткой экономии. Евро сегодня открылся с гэпом. Это не такой гэп, как недели назад, когда мы видели просадку практически в 170 пунктов. Сейчас ценовой разрыв составил около одной фигуры, около 100 пунктов. Но все равно явно демонстрирует тот факт, что рисковые активы сейчас находятся под фундаментальным давлением. Текущие актуальные котировки, еще раз напомню, примерно 1.10.50. Сейчас мы видим, как евро закрывает гэп. Вполне возможно для краткосрочной цели. Действительно, мы сможем вернуться в район 1.11. Но потом, я думаю, что для краткосрочного трейдинга нужно будет снова возвращаться на коррекцию этого актива. Для тех трейдеров, кто торгует средне-долгосрочно, в принципе, не нужно сворачивать прежних инвестиционных идей. Это нужно сохранять медвежьи взгляды и нужно сохранять прежние короткие сделки против основных конкурентов. Евро в потенциале действительно может оказаться одним из самых главных аутсайдеров. Тем более, что сейчас поддержать евро могут только оптимистичные ожидания касательно того, что цифра сможет договориться с тройкой кредиторов. И в то же время более реальный сценарий, касающийся того, что цифра вряд ли договорится с тройкой кредиторов, потому что и тройка кредиторов также может демонстрировать характер. В их случае это полное прекращение финансирования греческой финансовой системы и потенциальное начало процедуры по выходу Греции из состава валютного блока. Сейчас, если мы посмотрим на ожидания со стороны многих рейтинговых агентств, в целом они сходятся во мнении, что вероятность выхода Греции из состава валютного блока уже увеличилась примерно до 65%. Отсюда подобные риски, отсюда моя ставка на большие шансы коррекции рисковых инструментов. И отсюда мои ценовые ожидания по евро-доллару – это возвращение ниже уровня 1.10 и в качестве ближайшей цели даже можно поставить коррекцию в район 1.08. Что касается других активов, доллар и японская иена. Сейчас на фоне серьезных рисков, разумеется, возвращаясь к нашей традиционной логике касательно актуальной геополитической напряженности и повышенного спроса на японскую валюту, сегодня мы также увидели, что большинство трейдеров стало уходить в защитные активы. По этой причине активным спросом пользовалась японская иена. И сегодня доллар и японская иена открылась с гэпом, в частности, лоу был зафиксирован в районе 121.90, но текущие уже актуальные котировки – это 122.50. Если вы посмотрите на дневки, уже шпилька, вот эта хая, которая была нарисована в рамках сегодняшней азиатской торговой сессии, она уже, по сути, перекрывает актуальный гэп. Ключевая и фундаментальная идея для позиционного трейдинга – это по-прежнему рост американской валюты. Потому что, как ни крути, ситуация с Грецией будет разрешена в ближайшее время. И потом мы переключимся на более привычный, традиционный, фундаментальный и макроэкономический фон, определяющий то, что американский мегарегулятор будет первым среди мегарегуляторов развитых стран, которые рискуют сообщить о повышении процентной ставки, то есть об ужесточении монетарного режима. Поэтому в этом тандеме валютных активов нужно обязательно делать ставку на доллар, тем более, что со стороны Банка Японии мы ожидаем дополнительных экономических стимулов. И поэтому наша цель по паре доллар-японская иена – это возвращение в район 125. На прошлой неделе мы также активно анализировали данные по состоянию рынка труда, коснулись то, что число вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось меньше прогноза, но в целом показатель по безработице снизился до 5,3%. Это верхняя планка, верхний показатель ценового ориентира и ожидания со стороны ФРС США. Поэтому в какой-то мере можно сделать вывод о том, что одна из основополагающих целей американского мегарегулятора, которым он руководствовался с 2008 года, уже достигнута. Теперь осталось получить поддержку со стороны роста заработных плат и роста индекса потребительских цен. Но эти показатели работают в связке, и я здесь также разделяю оптимистичные ожидания. Что касается фунта, здесь также, я думаю, вы уже заметили, фунт является уже на протяжении трех недель одним из активов, которые активно распродают. Мы видели то, что пара фунт-доллар свалилась с уровня 1,59 и уже практически подошла в район 1,55. Поэтому в целом я уверен, что сейчас позиция рынка сведена к тому, что все больше трейдеров уверены в том, что оснований для роста фунта нет, поскольку повышение процентной ставки уже отложили до 2017 года. И сейчас все разворачиваются уже против тренда, формируя новый тренд. И этот тренд предполагает коррекцию для британской валюты. Еще хотел отметить перспективы USDCAD. Наконец-таки наша цель реализована 1,25. Мы также это констатировали уже. Текущие актуальные котировки канадца против доллара – это 1,26. Понятно, почему канадец сейчас находится под серьезным давлением. Это связано с стремительным ослаблением нефтяного ресурса, который также является главным экспортным товаром и для Канады. Поскольку сейчас велика вероятность даже какой-то краткосрочной восстановительной коррекции нефти, прежде чем в перспективе можем пойти еще дальше, я бы сейчас воздержался от занятия длинных позиций по USDCAD с тех уровней, на которых пара торгуется сейчас. Если вы не закрывали сделку после достижения уровня 1,25, она сохраняет потенциал, она по-прежнему очень привлекательна и выгодна. Что касается краткосрочных ожиданий и также возможности покупки этой пары, то, может быть, есть шансы дождаться коррекции USDCAD в район 1,25,50, либо еще чуть ниже, или 1,25, и уже оттуда снова попытаться подобрать этот валютный актив. USDCAD мы ждали уровень 0,95, эта цель реализована, сейчас пара торгуется еще ниже, я думаю, что можно сделать повторный возврат через ценовое ожидание на этот рубеж. 0,95 также вполне реальный ориентир, думаю, что в перспективе пара пойдет еще выше, тем более, что здесь помимо объективного роста американской валюты в качестве серьезной предпосылки для длинной позиции по этому тандему валютных активов стоит использовать еще и соответствующую слабости швейцарской валюты, точнее, действия со стороны Национального банка Швейцарии, который будет предпринимать все возможные усилия, чтобы ослабить позиции своего национального актива. Поэтому ждем возвращения USDCAD в район 0,95. Что касается кодового слова, сегодня это шоколад, еще раз напоминаю, что бонус в 5% действует до следующего брифинга, то есть до завтра и рекомендую вам воспользоваться им. Вопросы есть? Большое спасибо за внимание, ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.